А сейчас речь пойдет о вилле-вонко-пузырей. Наверняка многие знают знаменитого владельца шоколадной фабрики, но вот кто такой Сэм Хит, понятия не имеют. Между тем, это один из немногих в мире профессиональных пузыреологов. Так называются люди, которые выделывают фокусы с мыльными пузырями. Недавно Сэм Хит установил новый мировой рекорд. Самый большой свободно плавающий мыльный пузырь растянулся на 6 метров в длину и примерно полтора на полтора в ширину. Переливающийся всеми цветами радуги гигант был получен с помощью обыкновенных палок и веревки. Секрет скорее в формуле раствора, которую Сэм Хит естественно тщательно скрывает. Главное, это состав. С хорошим вариантом можно создать большой пузырь даже с помощью вешалки плечиков или рук, уверен рекордсмен. Интересно, но как и вилле-вонко, Сэм создал собственную уникальную компанию. Только торгует она не редким шоколадом, а особыми мыльными смесями, специальным оборудованием и устраивает шоу. Кстати, во время предыдущего выступления Сэм Хит умудрился запихнуть в один большой мыльный пузырь 50 детей. И сегодня одна из представительниц этой загадочной профессии у нас в студии встречается, это Алена Смольникова. Здравствуйте, Алена. Здравствуйте. Доброе утро, Алена. Вот вы знаете, перед программой мы действительно сломали голову о том, как бы вас назвать, кто вы, мастер, выдува, выдувальщица, я не знаю там... Пузырщица. Пузырщица, да. Как вы сами себя называете, представитель этой профессии? Ну, вообще, так скажем, внутри клубна пузыристы, а так артист по проведению шоу гигантских моих пузырей. Алена, скажите, а пузыри вообще это ваша профессия, ваше хобби или что было раньше? Это профессия и совмещение с хобби, поскольку, когда начинаешь такой творческой профессией заниматься, там в любом случае идет импровизация и так далее, это очень навлекает. А как вы вообще действительно увлеклись этим занятием? И насколько это, вот, если это все-таки профессия, насколько это прибыльно? Ну, знаете, до этого, этим я занимаюсь всего полгода, до этого у меня профессия абсолютно не касалась ничего творческого, а я случайно познакомилась с человеком, который из другого города, там это очень развито, он мне рассказал об этом, и я очень удивилась. Я поняла, что я этого никогда не видела, и поняла, что многие этого не видели. И рискнула, рискнула этим заняться. А в детстве-то мылями, пузырями увлекались? Ну, конечно, мы пузырями все, ручек выдували, да-да-да-да. Не, ну вы помните же, как мы этим занимались, да, мы брали шампу, удили, мыло там, трясли. А сейчас какие-то специальные, видимо, составы используются, да? Ну, да, безусловно, все пузыристые, так скажем, в сабычках используются, причем каждый свой состав использует, который конкретно для него больше подходит, для его шоу-программы. И чаще всего, так же, как и я, он сам делает это. А эти сабы какие-то секретные? Ну, естественно, это все держится в секрете. Да, конечно, безусловно. У нас есть свой секрет волшебства. Ален, скажите, а вот пузыри бывают только круглыми? Или они могут быть, например, в форме сердца? Еще какие-то? А мы можем проверить. В форме огурца. У меня есть вот ракеточки. Ну вот, пожалуйста. Давайте попробуем. Давайте прямо сейчас попробуем. А они все равно круглые. Смотрите, они получат все равно круглые. А форму сердца может быть? Нет. Бывают, делают квадратные, но там в любом случае обманочка. То есть не просто из квадратика мы выдули пузырь, и он получился квадратный. А исключительно натягивают несколько лесочек в форме куба, и между ними пленочка. Ален, а по цвету они возвращаются? Долгой. По цвету, ну вообще, если вы заметили, каждый пузырь, он полностью радужку пазан, начиная от желтого, заканчивая фиолетовым, содержит все цвета. Есть определенные подкрашивающие вещества, но я ими не пользуюсь, поскольку слышала, что от них пятна остаются. Те время, пока вы разговаривали, я смотрела, не отрываясь на наши пузыри, почему они так долго не лопались? Секретный состав. Да, а вообще, можно ли, насколько долго можно сохранить? Да, самый долгий пузырь. Это зависит от раствора, но я сама не проверяла, если честно, но видела на ютюбе, что там около 10 минут пузыри держали. А если на морозе, заморозить, можно? Да, можно, но они рассыпаются. Рассыпаются. Да, то есть, пускали на морозе, минус 32 градуса, его выпускаешь, он тут же замерзает, рассыпается, в крошку падает. Алена, у вас столько разных приспособлений, давайте уже нам показывайте, что вы с собой принесли, и какие бывают пузыри в вашем исполнении. На большом воздушном шаре, мандаринового цвета, мы с тобой проводим это лето. На большом воздушном шаре, мандаринового цвета, мы с тобой проводим это лето. Хочешь попасть в дождь из пузыри? Я очень хочу, я хочу сама это попробовать. Алена, могу я сама попробовать это сделать? Так, давайте, я положу пока. Так, ну, показывайте мне, что можно делать. В общем, смотрите, мочите его так основательно. Можете, одна я буду, а одну вы. А я можно сразу двумя, давайте. Мне понравилась идея. Так, и теперь? Теперь разводите его так, в ручки. И друг на дружку, но так, чтобы они не пересекались. Да. Чего? Да-да-да. А вот это можно поречь на особую машину. Это издержки профессии. Да, это безусловно. Ничего страшного. Слушайте, а если в глаз попадет, будет щипать? Ну, как бы мы... Ой. Фу, дальше с пузырей у меня получается. Дима, хочешь ко мне присоединиться? Смотрится красиво. Ну, давай, только мне нужен большой какой-то инструмент. Можно. Я сразу хочу это сделать. Нет, ну, может, быстрее. У меня же своя срок жизнь есть. Угу. Вот. Фантастика. Дима, все-таки кое-что попало мне в глаз. Ну, вот. Вот они. Издержки профессии еще одни, да. Опа. Алена, я тоже так хочу. Сделайте мне тоже так. А давайте я на сверху пытаюсь оттеть сюда. Давайте. Аккуратненько, чтобы он по центру прошел. И не заденьте сверху. Готовься. И закрывай глаза. Можно по центру и пониже, прям до конца ее можно. Хорошо. Ну, почти. Алена, может быть, вы это сделаете? Давайте попробуем. Ну что, вставать? Это специальное волшебное кольцо, которое каждый может побывать. Да, прошу. Угу. Ну что, настало время прощета с нашими телезрителями. Да, для вас работали Светлана Токарева. Это был Дмитрий Науч. Хочется пожелать всем какого-то радужного настроения сегодня. Да. Например, такого, Дим. Давай. Ага. Пока. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова